Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель, сегодня со мной Гоша и 5 моих подписчиков, которых я сейчас каждого покажу. Ну, для начала, конечно же, вот этого секретного агента, который сегодня принимает со мной участие. Гоша, поздоровайся. Ага, привет, привет, это я. Итак, ребята, сегодня со мной 5 подписчиков, новая рубрика на канале, подписчики будут выполнять испытания. Давайте я сейчас каждого покажу, вот он, один, так, поздоровайся, давай, махни рукой в камеру, давай, махни, давай, поздоровайся, не машешь почему-то. О, всё, махнул, всё, отлично. Так, вот второй. Давай, тоже поздоровайся. Так, отлично. Вот третий. Так, вот это просто бойцы. Поздороваешься? Может? Ну, ладно, я пойду тогда. Так, вот он четвёртый. Вот он пятый. Вот он пятый. Максим, который выигрался в Бэд Варс. И вот он шестой. Вот он шестой. Итак, ребята, суть такова. Я вам сейчас покажу все испытания. Они о них не знают, знают только о первом и втором. Я им частично рассказал, но именно о них ещё не видели. Я их сразу завёл в эти бедроковые комнаты, чтобы они ничего не подсмотрели. Фух. Итак, Гоша, ты мне, во-первых, скажи. Ты готов быть честным судьёй? Никому не подслуживать и так далее? Потому что Гоша сегодня у нас в роли судьи. Вообще да, но мне вот интересно, как я буду следить за здесь, так скажем, вот этой вот закрытой... Я тебе всё сейчас расскажу. Итак, ребята, сейчас я вам всё рассказываю. Первые испытания будут выполняться в домике. Оно выглядит вот так. Не буду озвучивать, чтобы они понимали, что будет происходить. Абсолютно у всех идентичные комнаты и так далее. Второе испытание состоит из вот этого. То есть они будут вот так вот должны пробежать, вот здесь вот прыгнуть сюда и дальше ползти по вот этому полосе препятствий. Далее вот здесь нужно будет немножечко покопать, подумать мозгами, где что спрятано. Потом нужно будет перевести вот эти... А, ещё вскопать грядку, конечно же. Куда же без скапывания грядок. Далее перевести коровку вот сюда и таким образом закончить игру. Раз, два, погнали. Погнали проходить. Фух, потому что я очень волнуюсь. Первый раз вот такое вот подобное мероприятие мы проводим с подписчиками. Всё, ребят, все начинают уже бегать. Так, вот бегут. Он так пробегает, потушился и сейчас пролазит уже вот в этой штуке. Так, вот там его сейчас ждут неприятные сюрпризы в виде зелий, которые на него набрасываются. Тут и замедление, и всё. Так, мэр-виллажер не прошёл даже самое первое испытание. Давайте пока последим за кем-нибудь другим. Так, а где у нас? Ты тоже дошёл до другого испытания, Гоша? Ты там следи. Слушай, да-да-да. Бест ВК уже тут в активную под зельями плавает, ходит. Так, смотри. Да-да-да. Вот я вижу тоже два человека. Я сейчас лежу вот за Артёмом. А Артём сейчас тоже уже, я так понимаю, под зельями. И уже он ещё не набрал... Он ещё не набрал себе зелья, чтобы сбить коровку. Не переживайте, ребят, это, так сказать, вводный раунд. Именно раунд на призы будет вторым, как только мы разберёмся. А как дальше, ребята? Дальше, я так понимаю, вы, я думаю, должны были это понять. Вы должны дальше Бест ВК и так далее. Вот те, кто дошли до воды, вы должны далее рубить. Вы должны далее рубить землю руками. И дальше вы, в принципе, поймёте, что делать. Дальше просто нужно руками, прямо своими ручками рубить землю и найти кирку. А благодаря кирке вы сможете сломать камень, который вы там обнаружите. А вот после камня вас ждёт обсидиан. Вот такие небольшие спойлеры. А вот обсидиан вы будете ломать очень долго. Так, у нас тут начинают, начинают рубить камень уже первый. Вот так Олег у нас уже рубит. Так, и почему-то мэр-виллджер до сих пор не может пройти испытания славы. На самом деле оно максимально простое. Здесь всё, ребята, максимально просто и максимально интуитивно. Но опять же, всё рассчитано на то, что будет ещё второй раунд. Итак, ребята, что у нас здесь? Артём у нас активно, ребята, рубит уже обсидиан. Он уже идёт на поролон, прорубил дерево, про которое я специально не сказал. Теперь рубит обсидиан. И да, ребята, чтобы здесь как бы дальше пройти, дерево, да, было сложно, потому что сундуки расположены немного в неправильной последовательности. Это сделано специально. Он продолжает, ребята, рубить. Давайте посмотрим, что у нас делает тут ещё Максим. Максим тоже примерно идёт на равных, но Артём, конечно, немножечко устремился вперёд. Так, а где Стейфан? Стейфан, Стейфан. Да, он тоже рубит обсидиан, ребята. Три игрока примерно на равных идут сейчас. Буквально пару блоков их обделяет от, собственно, так сказать, испытания с копанием грядок. Так, ребята, подсказываю вам насчёт грядок. Вы должны взять мотыгу, восстановить все грядки для того, чтобы сделать пашню, то есть вспаханную землю, и засадить все, абсолютно все плоды, которые есть в том сундуке. То есть там три вроде семена пшеницы, четыре морковки, четыре картошки. Это нужно сделать абсолютно в разной последовательности, которая вам удобна. Так, Бест ВК тоже сейчас переключается на то, чтобы засаживать это всё. Так, Артём, Ютуб у нас уже активненько заканчивает засаживание грядок. Всё, он все плоды, я так понимаю, потратил, и теперь его задача перевести коров в подземный загон с водой. Чем больше коров он приведёт, тем как бы выше шанс его на победу. Самое главное, чтобы они не сгорели. Да, это сложно, но это реально, ребята. Чтобы вы не думали, что я какая-то дрянь и сделал что-то невозможное, это возможно пройти, я это сам по лосу проходил самолично. И как вы видите, Артём собрался силами, и вот он активно первую коровку, ребята, сейчас будет просто дропать вот в это самое водяное болото. Теперь у Артёма есть два выхода. Либо он заводит вторую корову, либо он просто заканчивает испытание первым. Но Артём, ребята, не ищет лёгких путей. Он идёт на пролом и заканчивает испытание полностью и целиком. Полностью и целиком. Сейчас будет ещё второй раунд, и сейчас Артёму остаётся только допрыгнуть и пересечь красную линию, и он тем самым закончит первым раундом. Так, у Олега, на самом деле, очень странная система. Он просто этих коров поджёг, но одна корова у него всё-таки погибла. И Артём у нас первым. Первым заканчивает это испытание. Поздравляем Артёма. Первый раунд побеждает именно Артём. Давайте последим, кто же займёт второе место. Так, второе место по скорости занимает Олег. Нужно выключить эту дурацкую погоду. Так, и Максим сейчас... Тут ещё он телёнок... Телёнка сделал. Господи, он сделал телёнка. Так, не особо понимаю, где сейчас Феррарчик. Он пытался схитрить и сам себе, так сказать, наслил. Нет, ну вот, дошёл БастВК уже до финала. Да, я это вижу. Давай посмотрим, кто из наших, так сказать, игроков ещё не дошёл до конца. У нас ещё не дошёл Максим, который DriveX. Он привёл телёночка, но телёночек как бы не считается игровым моментом, потому что нужно привезти именно две огромные коровы. Да, они не проходят просто как бы вот в эту вот маленькую дырку, но в этом как бы и интерес. Их нужно как-то толкать и так далее. Мэр Виллажер. Что у нас делает Мэр Виллажер? Мэр Виллажер у нас только дошёл до момента снятия с себя дисбаланса с помощью зелий. Но, ребята, напоминаю, что не расстраивайтесь, никому не мешайте. Мы сейчас будем играть ещё второй раунд. Максиму, я так понимаю, пришлось убить просто эту корову одну. И вторая корова просто на него не обращает никакого внимания. Корова на него забила. Но, в принципе, Максим, ты можешь закончить раунд и без неё. То есть просто у тебя будет... О, корова почти упала! Максим, тебе осталось только её ударить, чтобы она... Да, потушилась. Отлично. И предпослед... Точнее, да, предпоследним заканчивает Максим. Хотя у него были все предпосылки на победу. Просто вот эти вот тупые коровы помешали ему победить. Максим, ты чуть не так это делаешь вообще. Нужно было просто пропаркурить. Но таким вандальным способом ты это делаешь. Артём тут зачем-то всё ломает. И остался у нас последний игрок. Даже... Да, это последний игрок. Два последних игрока. Феррарчик и Мэр Виллажер. Давайте за ними проследим. Он вообще как-то... Как-то зап... Как ты это сделал? Как ты заплыл сюда? Я не особо понимаю. Но мне кажется, ребята, что просто уже рациональнее начать второй уровень. Чтобы все в этом разобрались. Все уже поняли, как это работает. Поэтому давайте сразу же приступаем ко второму уровню. Всё, ребята, начинаем второй раунд. Теперь уж точно. И сейчас я буду делать обратный отсчёт. Но для начала покажу, что у нас теперь всё-таки шестеро. Гоша присоединился к компании подписчиков. Потому что он как бы тоже подписчик. И, ребятки, давайте. На счёт три начинаем наше испытание. Один, два, поехали. Буду теперь, знаете, как-то наблюдать вот так вот за всеми. Сверху. Вот буду наблюдать вот так вот сверху. Параллельно выключая эту вонючую погоду, которая мешает нам играть. И кто это у нас? Артём снова вырывается вперёд. Посмотрите, Артём прямо рвёт. И здесь, ребята, уже другая система. То есть здесь побеждает именно тот, кто именно побеждает. То есть прошлый раунд был водный. А это уже именно на победу. Итак, там уже начинаются самые настоящие баталии. Артём снова прорывается вперёд вместе со Стейфоном. Смотрите, они вдвоём летят. Бест-ВК вообще вышел. Видимо, у человека не получается играть. Или у него просто вылетело. Не знаю, к сожалению, он выбывает. И Максим снова на лаве. Снова на лаве зависает Максим. Но, к счастью, всё-таки её проходит. Продолжаются наши испытания, ребята. Я так понимаю, несколько игроков уже начали идти туда. Да, вот Артём начинает рубить. Начинает рубить. И сейчас уже приступит к камню, как и Стейфон. Так, смотрим дальше. Так, Максим. Максим у нас уже идёт за коровками. Так, а кто у нас тут самый, так сказать, по счёту? Так. И, да, Гоша, всё-таки не нужно было тебе участвовать. Нужно было тебе оставаться в жюри. Я не могу пройти. Я не могу пройти. В принципе, ты уже точно проиграл. Могу тебя с этим поздравить. Так, Мэр Виллджер начинает уже копать. И посмотрите, уже много людей начали копать именно камень. Уже все прокопали практически эту землю. Я тут за всеми слежу. И уже даже некоторые ребята, вот как Артём, снова он опять идёт второй раунд. Уже впереди он начинает уже копать обсидиан. Стейфон, кстати, в свою очередь тоже копает обсидиан. Даже уже быстрее, чем Артём. Вот они, ребята, два наших рекордсмена. Давайте за ними отдельно сейчас последим. Это Артём и вот Стейфон. Но я сейчас от них отлечу, пока они копают этот ненужный никому обсидиан. Давайте пока посмотрим, что у нас тут происходит вот здесь. Подождите, а где здесь вообще участник? Ага, это Бест ВК, у которого постоянно вылетает. Но, к сожалению, он уже выбыл. Так, Мэр Виллджер тоже копает обсидиан. Копает, старается. И кто же, ребята, мне интересно, первый прорвётся к грядкам, которые, напоминаю, нужно вскопать прямо все и засадить все плоды. То есть, вне зависимости от того, сколько у вас там осталось вот этих вот плодов, короче, нужно вскопать обязательно все и засадить в любой последовательности. И Олег это сделал первый. У нас там вот Артём прорывается, и Олег самый первый. Но, ребята, всё могут решить эти просто коровы, которые могут просто либо, а, сгореть, либо что-то с ними ещё должно произойти. В две, конечно, ввести это быстрее. И обалдеть! Вот это Олег темп взял. Посмотрите, у нас, похоже, есть, ребята, победитель. И, действительно, это, похоже, правда. Давайте проверим. И Олег должен сейчас просто перепрыгнуть и пересечь Красную. И, да, Олег побеждает и занимает первое место в нашем состязании. Естественно, по скорости посмотрим, что у него там ещё по изумрудам, потому что не знаю, сколько их там, на самом деле, можно было вообще собрать. Вроде как два. Два изумруда всего у нас спрятано. Могу пока что сказать, где они, потому что уже всё равно возвращаться нельзя. Один изумруд был в первом доме на крыше, а второй изумруд был под водой в сундуке в самом низу. А Артём Ютьюб пока что, собственно, привёл одну корову, но за второй нужно ему ещё вернуться. Максим тем временем тоже присоединяется к ведению коров, как и, собственно, мэр-виллажер. Гоша, ты там, кстати, где вообще? Да там ещё... Я в водой. Ой, в водой. И это... Как? Ну, ты понял. Короче, я не понял. Ладно. У нас, однако, корова умирает у Артёма, и Артём, в принципе, занимает второе место, но не по полному прохождению. Поэтому Олег пока что здесь действительно рекордсмен. Он сделал всё. Посмотрим, сколько у него ещё из урудов в конце игры. Ждём, пока закончит вести Максим своих коров. Правда, зачем он тратит время на этого телёнка, я вообще не понимаю. Он не участвует в этом состязании. И обалдеть! Как не повезло кто-то. Мэр-виллажеру вообще не повезло. Корова с остроху от огня забежала через открытую калитку. Потушила сама себя. Это, конечно, большой плюс, но ему нужно преодолеть большие препятствия теперь. Ну, хотя, в принципе, он тоже взял хороший темп. Давайте смотрим, смотрим. И сейчас действительно корова... Да, корова падает в воду. Замечательно. И корова у Макса прыгает в воду. И давайте посмотрим, кто же первый прольётся. Так, Максим, только тебе нельзя рубить блоки. Напоминаю, тебе нужно именно через лестницу. И у мэр-виллажера сейчас все предпосылки на победу. И да, мэр-виллажер занимает второе место. И Максим, если сейчас пролезет, займёт третье по полной победе. Да, это действительно так. Ждём, ребята, пока у нас пересекут границу нашей, собственно, Гоши. Хотя, в принципе, Гоши тут уже даже, наверное, время на Гошу, мне кажется, нет смысла тратить. Потому что просто самое последнее место, Гоши. Поэтому можешь включать себе просто креатив. Я сделаю... Я же хочу тихо. Да всё, нет смысла тратить время подписчиков. Давайте, ребята, все подходите, кто участвовал в этом конкурсе, и скидывайте свои изумрудики. Давайте по очереди. Только, пожалуйста, не перепутайте. Так, у Артёма Ютуба... Так, отлично. У Артёма Ютуба один изумруд. Так, у мэр-виллажера сколько изумрудов? Так, я так понимаю, у тебя тоже один изумруд. Так, у Стейфона один изумруд. Так, окей. И сколько изумрудов у... Так, у Гоши тоже один изумруд. И кто мне ещё не кинул изумруд? Я так понимаю, Максим. Максим, ты кидал мне свой изумруд? А, у тебя нет изумрудов. А, я понял. Значит, смотрите, ребята. По итогам сегодняшнего конкурса первое место занимает вот этот вот молодой человек. Вот, вот. Так, занимает вот этот молодой человек. Второе место занимает Артём Ютуб. Ну и третье место, получается, занимает кто? Подождите, мэр-виллажер, где твоя территория была? Покажи, пожалуйста. То есть, подожди, мэр-виллажер так. И получается, да, мэр-виллажер занимает третье место. Да, к сожалению, ребята, но вот такие именно места. То есть мы по совокупности всего, по скорости, по полному прохождению, по изумрудам. Вот такие вот места. Ребята, всем призы я сейчас раздам. Вот я сейчас всем напишу в Дискорде, кто что получает, ребята. А вам огромное спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, вы знаете, что делать. Хотите видео подобной рубрики, просто ставите много-много лайков. И мы делаем что-то подобное, интересное, с новой локацией. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Также ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, которые выходят каждый день в 15.30 по московскому времени. На этом, ребятки, всё. Всем ещё раз огромное спасибо за просмотр. Всем удачи, ребят, и пока.